всем привет на календаре осень и это значит что в магазине у нас наконец-таки появились наши северные овощи помидорчики вечно зеленые перцы морковка лук все это свежее и почему бы не приготовить по такому случаю наши любимые чугунные кастрюльки офигительное овощное рагу сейчас мы с вами это сделаем при приготовлении перец и помидоры дадут много соку это будет обалденный бульон но если вы хотите чтобы что-то было подрумянина это нужно сделать заранее потому что в бульоне это не получится на дно кастрюльки своей чугунной я налил немножко масла сейчас я обжарю немного лук и потом буду закладывать овощи морковку я решил что обжаривать не буду пусть она будет томленая в бульоне сделаю только лучок прошло пять минут пока лук обжаривался я порезал морковку соломкой и порубил его ее в кубики и подготовил перец удалил из них сердцевину и семена закидываем сразу же морковку в лук крошим перец и сразу же добавляем тоже в кастрюльку кстати да важный момент перец режем вот такой соломкой и сразу закидаем шинкуем и сразу туда его пока крошил перец прошло пять минут наверное много взял кастрюлькой все не влезает поставим часть еще помидоры надо уместить пока крошил чтобы сильно не горела на маленьком огне все было сейчас добавим все немножечко вот поперемешаем это все что с маслом с луком с морковкой смешалось пусть под крышкой постоит минут пять потом помидоры добавим пока и кстати гореть и порежем четыре минуты где-то прошло помидорки я нарезал ну все добавляем помидоры туда теперь немножечко солим ну вот прошло еще пять минут посмотрим что там у нас происходит вроде неплохо пока все немножко размешаем это все пошел бульон как я уже много раз говорил самые лучшие кастрюльки это вот эти чугунные советские они очень тяжелые теплоемкие в них так томление такое вообще это у любых продуктов и каш чтобы не приготовляли посуда потрясающая конечно постоит 5-7-10 минут потом соки потом мы добавим чесночок закроем крышку и можно также сделать огонь поменьше прогорели дрова на печке у нас все эти овощи пожарились а теперь и на медленных углях будет это все минут всем томится добавлю чеснок и немного поперчу мне гарнир уже был сварен поэтому мне осталось только разогреть вам рекомендую конечно подумать об этом заранее чтобы еще не стоять и не варить следом макароны гречу или что вы будете есть все всем пока а